Родители магаданских детей взволнованы переносом времени ужина в детских садах. По их словам, теперь ребята будут ужинать с 18 до 18.30 часов. Некоторые дети в это время посещают спортивные секции, танцы и различные кружки, и на ужин не успевают. Поэтому их родители обеспокоены тем, что ребята останутся голодными, так как полдник в детских садах Магадана проходит в 16 часов. У меня ребенку 6 лет, он ходит у меня на секцию каратэ 3 раза в неделю. Она начинается в 15.30. Раньше ужин был, получается, в 5.30, да, вот в это вот время. То есть он ужинал, и мы шли спокойно на секцию. Дома мы приходим в 8 часов вечера. Если сейчас ужин сдвигается, ребенок у меня не ест, остается голодный, идет на секцию голодный. Получается, ужинает он у меня только в 8 вечера. Поэтому я, конечно же, против. И когда мы забираем детей, бывает такое, что в 6 вечера остается буквально 2-3 ребенка. За кого это сделано, непонятно. Родители отмечают, что новые нормы СанПИНА противоречат распорядку жизни детей вне детского сада. Воспитанники посещают и другие учреждения дополнительного образования. Из-за позднего ужина, по словам родителей, иногда на занятия дети уходят голодными. Многие дети не успевают просто поужинать и приходят на тренировки ехать голодными. Они покушали только на полдник. И, конечно же, это сказывается неблагоприятно на их здоровье. Это, опять, проблема для родителей, потому что они забирают детей пораньше, чтобы ребенок успел переодеться спокойно, чтобы все было не в торопях. Ну, вот такой вот момент. В детском саду комбинированного вида номер 15 проблем с переносом времени ужина нет, отметили работники учреждения. Вечерний прием пищи в этом заведении перенесли позже, но на небольшое время. В целом, по словам заведующей дошкольным учреждением, это не вызвало жалоб родителей. В связи с принятием с первого ввода с 1 января 2021 года новых СанПИН, режим питания детей, ужин, перенесен на более поздний срок. Это связано с чем? С тем, что если раньше в СанПИНах было 95% мы должны были детям выдать питание в день, то сейчас это 100%. Поэтому между ужином и полдником время должно быть 2,5 часа перелыва. И в результате нам пришлось перенести ужин всего лишь на 10-15 минут позже, чем было раньше. Детский сад комбинированного вида номер 15 выдает ужин в 17.30. Как только начинается раздача питания, младший воспитатель приносит ужин, и дети получают заключительный прием пищи. По словам специалистов, перенос ужина связан с тем, что дети после полдника не успевают проголодаться и не съедают свою положенную норму. Сейчас вышли санитарные правила новые, и там уже режим дня установлен. В новых санитарных правилах установлен режим дня при 12-часовом пребывании, где написано в режиме дня, что ужин на 18.30 выдается. 18.30. Но также, возможно, выдача уплотненного полдника за место ужина. То есть тут руководители детских садов и департамента образования самостоятельно принимают решение, как они работают. Либо по режиму, который устанавливается санбином, либо будут за ним менять ужин полдником. Тут санбином допускается. Вопросы графика питания детей руководители детских садов решают самостоятельно. Поэтому договариваться о времени выдачи полдника и ужина ребенку родителям следует в самом дошкольном учреждении.